Щелочные металлы Каждый металл имеет и свои индивидуальные свойства. Поэтому области применения щелочных металлов очень разнообразны. Металл натрий. Пары его светятся ярким желтым светом, что позволяет использовать натрий в мощных лампах. Стеклянную трубку заполняют натрием. Электрический разряд нагревает натрий и пары его излучают яркой светом. При свете натриевых ламп очертания предметов более контрастны. И даже в сильный туман водитель хорошо видит дорогу. Зафиксировать точки полета ракеты также помогает натрий. Яркий хвост ракеты виден на огромном расстоянии. Это двигатель внутреннего сгорания. Все части двигателя должны изнашиваться приблизительно одновременно. Между тем стальные клапаны, закрывающие камеру сгорания, где температура достигает 800-1000 градусов, сильно разогреваются и выходят из строя раньше, чем другие части мотора. Как же продлить срок службы клапанов? Инженеры предложили несколько способов. Вот один из них. Клапан изготовляют полым и заполняют его натрием. Натрий быстрее проводит тепло от нижнего конца клапана к верхнему, поэтому пол и клапан нагреваются меньше. Срок его службы увеличивается в 3-4 раза. Сплав натрия и калия используют в атомных реакторах для отвода тепла. Это модель реактора на быстрых нейтронах. В его стержнях идет распад атомов урана и выделяется большое количество тепла. Сплав натрия и калия жидкий. На схеме вы его видите желтым. Быстро передвигаясь по трубам, он поглощает тепло и передает его воде. Вода, на схеме она обозначена красным цветом, превращается в пар. Пар приводит в движение ротор-генератора. Так атомную энергию превращают в электрическую. Вы смотрите фильм, слышите звук. Звук записан на кинопленке. А считывает его цезиевый фотоэлемент. Основа фотоэлемента. Металл, легко испускающий электроны под действием света. Например, цезий. Внешние электроны атомов цезия удалены от ядра. Слава с ним связаны. Получив при освещении избыток энергии, электроны отрываются от атома. Это свойство цезия использовано в фотоэлементе. Фотоэлемент состоит из стеклянной колбы. На стенку нанесен слой цезия. В колбу впаянно серебряное кольцо. Соединим проводником кольцо и слой цезия. Стрелка амперметра не отклоняется. Ток не идет. В цепи разрыв. Под действием света из атомов цезия вылетают электроны. Попадают на кольцо. Цепь замыкается. Прервем поток света. Цепь размыкается. Чем сильнее поток света, тем больше вылетает из металла электронов. Ток сильнее. Чем меньше света падает на цезии, тем меньше вылетает электронов. Ток слабее. Теперь вернемся к звуковому кино. Звук записан на пленке в виде темных и светлых участков. Над фотоэлементом проходит темный участок дорожки. На металл попадает мало света. Сила тока в цепи небольшая. Слышите? Звук слабый. Светлый участок пропускает больше света. Ценди больше освещен. Звук сильнее. Фотоэлемент — это и техника безопасности. Перед вами автоматический штамповальный станок. Слева — глазок фотоэлемента. Фотоэлемент остановит станок, если рабочий сделает неосторожное движение рукой. Это кольца подшипников. Для дальнейшей обработки их нужно уложить в определенном порядке. Раньше это делали вручную. Теперь эту утомительную, однообразную операцию выполняет фотоэлемент. Сделать точную копию оригинала вручную практически невозможно. Это успешно выполняет электронно-гравировальный автомат. Цветной диапозитив, оригинал, закрепляется на столе и подводится под фотоэлемент. С другой стороны автомата закреплен гравировальный резец. Пучок света проходит через цветной диапозитив, фотографию оригинала, и попадает на систему фотоэлементов. Фотоэлементы регулируют глубину погружения резца в металлическую пластинку в точном соответствии с интенсивностью света, проходящего через участки диапозитива. Заготовка готова. По ней изготовляют точную копию оригинала. А в метро? Сколько рабочих рук освободили турникеты? Теперь контролер, фотоэлемент. Вы не опустили монету? Контролер-автомат преграждает вам путь. Так цезий освобождает человека от однообразной механической работы. Литий — элемент века. Исключительно легкие сплавы лития с другими металлами применяются в самолеты и ракетостроении. Велико значение щелочных металлов в техническом прогрессе. Область их применения непрерывно расширяется. Субтитры создавал DimaTorzok